Кровавый список жертв вторничных ДТП пополнился. 19 февраля в больнице умер 55-летний водитель автомобиля Део Матис. Количество жертв этой аварии выросло до двух. Напомним, во вторник на 92-м километре автодороги Иваново родники столкнулись автомобили Део Матис и Volkswagen Passat. 45-летний пассажир Део скончался на месте. Женщину, которая управляла автомобилем Volkswagen, госпитализировали с травмой позвоночника и переломом колена. По данным ГИБДД, за мгновение до столкновения Део Матис выехал на полосу встречного движения. Всего во вторник на загородных трассах погибли 6 человек. Более 20 получили ранения. Незадолго до аварии, в которую попал Део, на автодороге Иваново родники столкнулись ВАЗ-2111 и Киа-Рио. Погибли 3 человека. Ранен ребенок. Вероятной причиной аварии стала просадка асфальта. Дефект дорожного полотна обнаружен неподалеку от места ДТП. А в Вичугском районе в тот же день внедорожник врезался в пассажирский автобус. Водитель легкового автомобиля погиб. Большинство пассажиров автобуса оказались на больничных койках. ДТП водителя Грейт Уолла и автобуса нарушение скоростного режима. Водитель ранее привлекался за нарушение скоростного режима. И, соответственно, вот это привело к этой трагедии. Вот это к этой трагедии привело. В результате чего, то есть мы едем спокойно в автобусе, да, страдает еще у нас там 18 пассажиров страдает. То есть, ну, этот, вот, вот это закономерный ток такой вот агрессивной езды. Надо учитывать, что сейчас начинается тоже весеннее распутиться, да, и водитель, к сожалению, этого не учитывает, вот эти метеорологические условия. Вот, состояние, значит, когда идут то осадки, то, значит, у нас слякоть на дороге. К сожалению, эти вот условия с водителями не учитываются. И в итоге это вот приводит к тому, что водители, не соблюдая тоже скоростной режим, не учитывая вот эти метеорологические условия, тоже выезжают на полустречного движения. Логике некоторые ДТП вообще не поддаются.